МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Юрган. В студии Евгения Лебедева. В воскресенье вечером в Карткировском районе Коми произошла крупная авария. Груженный лесовоз на полном ходу протаранил легковой автомобиль. Пять человек погибли. На месте ДТП побывал Антон Булаев. ЧП произошло около 7 вечера на автодороге Сытовка-Троицко-Печорск. Вблизи деревни Дотсь. Водитель десятки ехал со стороны города в направлении села Карткирос. По предварительным данным, на 35-м километре по неустановленной пока причине седан вылетел на встречную полосу, где протаранил груженный лесом МАЗ. Водитель автомашины ВАЗ-2110, 93-го года рождения. Водительское удостоверение он получил в мае этого года. В сентябре он привлекался к ответственности за превышение скоростного режима. Участок дороги абсолютно прямой. Имеется дорожная разметка. Что послужило причиной выезда на полосу встречного движения, пока неизвестно. Ни встречных, ни попутных автомашин не было. На автодороге в этот момент находилось всего две автомашины. Это вот грузовая автомашина МАЗ и автомашина ВАЗ-2110. После столкновения с легковушкой МАЗ съехал в кувет, а седан развернуло на 180 градусов. По версии следствия водитель «Лады» значительно превысил допустимую скорость, так как от удара с большегрузом кузов автомобиля превратился в груду искореженного металла. В результате ДТП в легковушке погибли все. Извлечь тела девушки и четырех молодых людей из разбитой «Лады» спасателям удалось только при помощи гидравлических ножниц. Позже на место ЧП приехали родственники погибших. Некоторые из них не могли сдержать эмоции. По словам родственников, молодые люди возвращались из Сыктывкара, куда они ездили за новым автомобилем. Вы родственник, да? Я отец, и мы поехали в машину искать. Отговаривал, чтобы не ехали. Он не отговаривал. Говорит, может не поедешь? Нет, поедем. А сколько лет ему было? 18. По факту гибель в аварии пяти человек стражи порядка возбудили уголовное дело. Теперь силовикам предстоит выяснить, что могло стать причиной этого дорожно-транспортного происшествия. Следователи не исключают версию о том, что в момент столкновения водитель «Лады» находился за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения. Антон Булаев, Кирилл Шучалин, телеканал Юрган, Ковкировский район.